МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости спорта в студии Вячеслав Кампы. Мы продолжаем подводить спортивные итоги года. Футбольный клуб Оренбург уходит на зимние каникулы лидером ФНЛ. Отрыв от ближайшего преследователя воронежского факела 4 очка. Хотя начиналось все не так радужно. Прошлый розыгрыш турнира наши ребята закончили на втором месте. И уже в этом году должны были играть в премьер-лиге. В высшем футбольном дивизионе страны. Правда, мечты и планы игроков и болельщиков были разбиты о новый регламент. Требования к стадиону. Регламент новый, а проблема старая. Теперь домашняя арена Оренбурга – плановые реконструкции. На стадионе идут в соответствии с графиком, практически в соответствии с графиком идут работы по реконструкции. Самая сложная была часть, которая завершается. Это так называемые фундаменты. То есть даже под трибунами уже тоже сделаны фундаменты во всей этой части. Ну, дальше-то просто еще будут стойки и так далее. В этой связи в ближайшее время это завершится. И уже тогда как бы более явственно все будет проявляться, что идет реконструкция, потому что будут устанавливаться стойки. Ну, то есть металл уже будет. И тогда это все видно будет наверху и так далее. Работы, я повторяюсь, идут в соответствии с графиком. Ну, мы планируем, что основная часть стадиона будет реконструирована как в апреле, к апрелю следующего года. Я благодарен всем тренерскому штабу и игрокам, которые сумели вот после этого фиаско переломить себя, настроиться на игру. Но, тем не менее, мы идем в очередной раз к нашей неизменной цели. Это вернуться в российскую премьер-лигу. Ну, и достойной игрой зарекомендовать себя там, чтобы про нас заговорили только хорошие. Если стадион Оренбурга ждут большие перемены, то вот с составом пока ясно не все. Первая половина чемпионата показала, что скамейка у нашей команды не самая длинная. Череда травм ведущих футболистов привела к тому, что в моменте в лазарете Оренбурга оказались сразу 8 футболистов. Особенно остро эта проблема встала в играх с ключевыми соперниками Московским Торпедо, Аланией и Факелом. Чтобы восполнить людской резерв, к матчам привлекались спортсмены со второй команды. Честно скажу, я не люблю большие ротации в команде, потому что стабильность – это очень сильное качество команд, которые остаются вместе, менять там 7 игроков за вторых 7 игроков, большие ротации нет, а потом потеряешь автоматизм, который уже игроков на поле. Поэтому я не хочу, как бы, да, какая-то конкуренция, два-три новых человек, окей, без проблем, но я не хочу большую ротацию. Я хочу стабильность, игроки вместе уже знакомы, думаю, уже такая атмосфера в развивке семейная, друг понимает друга, и это тоже большой оттуда нашей команды. Большое спасибо болельщикам, надо сказать, потому что, когда мы всегда играли на выезде, не знаю, Калининград очень далеко, да, Томск, сейчас в Акроне приехало много, и с Велесом, когда мы играли, приехало, не знаю, там 100-100 человек, можно было несколько. Это, как бы, отлично, же такая хорошая гармония между игроками и болельщиками. Мы сыграли уже 27 игр, да, в 21 чемпионате, в 22 игры в кубаку, плюс еще надо сказать тоже сборы, да, в Австрии мы вместе уже 6 месяцев работали, думаю, ребята хорошо и тяжело, понятно, чемпионат длинный, долгий, я очень рад, что эти три последние игры мы хорошо, показывали хороший уровень в футболу и еще победили всегда, но, надо тоже сказать, мы тоже только люди, мы не работаем, мы не можем, как бы, без останавливания играть, играть, играть и тренироваться, поэтому, я думаю, что сейчас уже время чуть-чуть отдохну, как психологично, так и физически. После отдыха Оренбург соберется на предсезонный сбор. Он пройдет в Турции. В руководстве клуба сообщают, что в контрольных встречах нашей команде будут противостоять коллективы из высших дивизионов Польши и Чехии. До конца розыгрыша ФНЛ Оренбургу предстоит сыграть еще 13 игр. Напомню, что финиш на первой или второй строчке гарантирует прямой выход в Премьер-лигу. Ждем возвращения большого футбола. На этом все. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok